итак всем доброе утро хорошо что все проснулись потянулись так сегодня у нас третий блок нашего продвинутого курса по машин лернингу третий блок касается компьютер vision компьютер vision и мы будем обсуждать все что связано с картиночками видосиками и прочим интересным ставкам из плюсов это все очень наглядно легко и визуализируем а ну и вообще весело можно всяких разных трюков по наделать не факт что мы зайдем до самых интересных трюков но основные вещи проговорим так сегодняшняя наша я забыл стоять еще один слайд смотрите у нас будет четыре лекции основных по этому поводу первое вот сегодняшняя про общий компьютер vision и object detection 2 будет про продвинутый object detection 3 про сегментацию и 4 про ганы и вое что это такое узнаете на соответствующих лекциях еще у нас будет дополнительно пятая лекция напомним будет что-то типа там уже 20 числах декабря она будет дополнительная то есть не входить в экзамен но красном будет самые интересные плюшки там скорее всего мой коллега расскажет про adversarial атаки то есть как обмануть сетку быстро и легко вот и скорее всего мы еще поговорим про адванс задачи по типу полз стима и шина конь тире нет и фикей шина или обжиг трекинга на видео короче что-нибудь такое об этом поговорим очень кратко просто в качестве обзора вот а те темы которые обозначил первые четыре мы разберем достаточно детально итак сегодня первое это задача компьютерного зрения которые мы с вами будем изучать второе это метрики которые нам понадобятся для этого 3 от небольшой обзор датасетов и дальше одна из лучших моделей естественно rcnn и все ее реинкарнации виде ускорение ускорение еще раз ускорение вот ну что ж начнем первая задача компьютерного зрения которые мы изучаем хотел бы сказать сразу заметку относительно вообще всего блока компьютер vision мы рассказываем с точки зрения нейросетей но важно понимать что компьютер vision был всегда и компьютер vision под собой имеет базу видимо image processing а то есть если вам когда-нибудь не хватит знаний в сетках то есть все что мы изучим состоит примерно из следующей схемы берется картинка берется нейросетка stack more layers это вот так apple pen и профит вот такой алгоритм будет везде небольшие то есть вариации архитектуры и вариации того какие картинки что там на них нужно что не нужно вот мы как раз будем изучать но в какой-то момент то есть на 4 лекции такого подхода хватит в какой-то момент в реальных задачах вам может этого не хватить и stack more layers просто перестанет работать в этот момент постарайтесь заглянуть в классический компьютер vision то есть до нейроночный и в классический и может просинг опять же до нейроночный но он и сейчас без нейронных живет вполне себе прибиваючи вот это чисто заметка про то что мы обозреваем довольно маленькую область компьютер vision на самом деле чисто нейроночный вот ну что на весь компьютер vision вообще все что я бы хотел рассказать наверное минимум семестровый курс а то мы так с ребятами обсуждали и годовой вот если прям всем все рассказывать про картинки и видосики и так задачи которые мы будем заниматься первое это классификация с ней мы уже сталкивались в предыдущем семестре котики против собачек там цветочки не цветочки то есть можно на строгать классов разметить картиночки одним из классов и пытаться их предсказывать понятная задача которую мы уже решали вот вторая задача локализация и 3 detection вот эти три задачи мы сегодня на лекции разберем и на следующей лекции еще будем заниматься чуть детальнее по каждой я ниже расскажу второй блок это сегментация они мы будем они у нас будет третья лекция и они тоже чуть ниже сегодня расскажу и вот ниже в третьем блоке все что не вошло в это но активно развивается сейчас либо уже достаточно развита это вот human pause estimation object tracking style трансферы кстати стал трансфером и может быть затронем вот в общем количество задач у но только растет и не уменьшается везде свои трюки взвесы фокусы везде свои сеточки вот мы базовые вещи посмотрим остальные вещи вам проще будет уже читать статьи на основе вот этого и соответственно что-то узнавать самостоятельно так классификация ну вот то чем и говорил на вход у нас подается картинка три канала на какую-то ширину высоту и мы радостно предсказываем один из заранее известных классов тут все понятно это решает сверточками на этом мы детально останавливаться не будем вот дальше локализация это такое развитие классификации когда мы хотим то так вот классифицированный объект все-таки как-то выделить выделить чем баунин боксом баунин боксом это четыре числа потому что у нас нам нужно ограничить 4 куска прямых параллельных краям картинки это так принято и всегда баунин боксу только квадратные и только точнее прямоугольные и только параллельный краям картинки можно было бы рассмотреть другие баунин боксу на их было бы сложно описать возникают проблемы с вычислениями в общем тот прирост там качество которое мы получили он не стоит того чтобы запариваться с кручением вращением bounding box. Поэтому bounding box всегда будет квадратное и параллельное. Прямоугольное прошлое решение. Ну вот. Соответственно, что является ответом для задачи локализации? Это class label и bounding box, который достаточно хорошо локализует, то есть ограничивает тот объект, который мы предсказали. В данном случае котик. Какое главное предположение здесь, что на картинке ровно один объект, который мы хотим найти? Вот. Это достаточно простая штука. Ее решали до того, как появились нейронки. Потому что без нейронок даже такая задача была уже очень сложной. Ну или, по крайней мере, достаточно сложной. Там метрики были очень невысокие. И к следующей задаче практически приступали самые отважные. И результаты там были, прямо скажем, так себе. Мы это увидим сегодня чуть дальше на summary по ImageNet. Вот. Задачей, которой мы будем заниматься ближайшие два занятия, это object detection. На вход все та же картинка. А вот на выходе у нас уже есть заранее неопределенное количество bounding box'ов и объектов с их классами. Причем для каждого bounding box'а, как правило, то есть здесь вот прописано, что есть класс label и bounding box в виде четырех координат. Координаты указаны либо первый формат, координаты левого верхнего угла, координаты правого нижнего угла. Либо второй формат центр и отступ по высоте и отступ по ширине. Это два основных формата. В принципе, они, как вы понимаете, ничем не различаются. Просто некоторые авторы сеток используют один, некоторые другой. Если вы две сетки склеиваете, у которых авторы предпочли разные форматы, вам нужно будет конверт его написать. Но я думаю, все с этим скорее всего справятся. Вот. Главная сложность этой задачи в том, что неопределенное количество объектов на картинке. И никак не заданы эти bounding box. Вот. Семантическая сегментация. Это вот один из двух видах сегментации, которые мы будем изучать. На вход все та же картинка. И на выходе нам нужно узнать, то есть нам нужно каждому пикселю приписать, что на этом пикселе изображено, частью чего он является. Ну вот здесь, в принципе, нарисовано. Я думаю, что из картинок что-то должно быть понятно. Что у нас есть котик, у нас есть там травка, деревья и небо. Замечательно, мы их раскрасили. Вот. Размечается это в специальных программах, которые уже написаны. Размечается это на каких-нибудь сервисах, типа Яндекс.Толока или еще что-нибудь подобное. Вот. Соответственно, вторая картинка показывает важное замечание, что семантическая сегментация учитывает только класс. То есть у нас есть заданное количество классов, и если даже несколько, например, коров стоят в данном случае рядом друг с другом, они отсегментируются как один такой кусок. Вот. То есть мы получаем карту такого же размера, как входное изображение с номерами классов в ячейках вместо, соответственно. Так, здесь неправильно указано. Здесь не цена HV, а единичка на HV. Вот. Потому что, ну, можно лейбл переписать как int. Тогда будет минимальный выход. Вот. Ну, потому что вот здесь можно указать просто номер класса. Тогда получится один номер класса на длину и высоту. Либо можно, типа, это тут не си, тогда не вот эта си, а другая си, в смысле classes. Типа вектор из классов. Например, если у нас 10 классов, то можно 10 на HV. Тогда это будет вероятности каждого из классов. Вот. Но это уже более-менее тонкости. Главное, чтобы вы понимали, по сути, что происходит. Вот. Более сложная задача, ее, опять же, реинкарнация и, соответственно, усложнение. Та же самая картинка, когда нам вход, но теперь мы хотим еще разделять разные инстансы. Например, вот два человека, точнее, вот два мотоцикла. Очень хорошо видно, что они стоят друг около друга, и между ними на картинке нету зазора, да. Но, тем не менее, здесь две разные маски. Вот. И, соответственно, в качестве выхода мы хотим bounding box плюс маску. Маску того, где расположен конкретно этот инстанс. Вот. Это такая более сложная задача. К ее решению мы тоже подойдем на третьей лекции. Вот. Перейдем к метрикам. В общем, это все сдачи, которые мы рассмотрим вот в нашем небольшом блоке. Еще есть куча-куча задач, но, опять же, обо всем не расскажешь. Метрики. Метрики в компьютер-вижене, те, которые будут нас интересовать. Первое — intersection over union. то есть эта метрика отвечает на вопрос, как нам померить ground-рушный bounding box в отличие от предсказанного, потому что мы всегда предсказывать будем что-то шумное. И всегда у нас наш, вот как здесь хорошо изображено, ground-рушный зеленый и красненький, соответственно, наш предсказанный. Хорошо это или плохо? Вот. Можно с помощью IAU померить, хорошо это или плохо. Вот. Я думаю, что с математикой все знакомы. Пересечением множественно их объединения поделить тоже все способны. Вопросов нет по этому поводу. Замечательно. Чисто для иллюстрации, чтобы вы понимали, какие порядки величин. То есть IAU-09 — это вот, ну, с точки зрения человека, полное попадание вообще просто. Вот. Там 0,7 — это почти полное попадание. Там, например, и 0,5 — ну, это, в принципе, неплохо. Вот. Поэтому, ну, часто бывает так, что 0,5 ставит порогом детекции. То есть если 0,5 есть, значит детекция произошла. Вот. Можно более строгие пороги выставлять. Ну, вот. Мне нравится вот нижняя картинка, потому что, в принципе, дает интуицию, что такое этот IAU с точки зрения разных bounding box. Intersection over union. Ну, то есть пересечение поделить на объединение. Так. Замечательно. Мы взяли два bounding box, сравнили их и поняли, что это детекция этого объекта. Теперь как нам оценить какую-то метрику по всем bounding box, то есть на одной картинке много объектов и много bounding box. Там мы K предсказали, а N было задано ground-рушно. Да. Как нам это померить? На этот вопрос отвечает метрика min-everage precision. Она сложносоставная. Первая часть это average precision, который мы разберем сперва, и потом он усредняется среди некоторых отсечек, про которые расскажу чуть позже. Начнем с average precision. Что это такое? Я думаю, что precision все примерно себя помнят. На всякий случай вставил картинку. Вот. Левом нижнем углу показан precision. Вот. Замечательно. Теперь мы берем наши bounding box. Как я уже сказал, в задаче детекции bounding box генерят следующим образом. У нас сам box, 4 числа, плюс номер класса, плюс уверенность. Уверенность от единички до нуля. Соответственно, мы будем выбирать те детекции, в которых классификатор наиболее уверен. То есть сортировать их, вот здесь, здесь это сделано как раз, сортировать их по уверенности классификатора. От самого уверенного bounding box до самого, соответственно, наименее вероятного, по мнению модели. Итак, что здесь в этой табличке нарисовано? У нас есть на картинке 5 настоящих объектов, а мы предсказали 10 детекций. Это вот та модель, которую мы сейчас рассмотрим, на которой мы сейчас построим один раз average precision и поймем, что это такое. Вот. Соответственно, мы все эти детекции взяли и отсортировали по уверенности. Поэтому у нас появился порядок, то есть rank. Дальше мы взяли и посмотрели, правильное предсказание или неправильное. То есть если IAUS с трушным bounding box достаточно большое, то мы считаем, что правильное. Например, больше 0,5. Вот. Таким образом мы построили такую табличку. И теперь мы считаем еще две колонки, precision и recall. То есть еще раз, вот это мы взяли из предсказания модели. Первый столбец. Второй столбец мы из ground true посчитали. Да, 10 детекций. Мы взяли 10 детекций. То есть мы только берем сейчас наши детекции. Мы их расположили, отранжировали по уверенности. Получился первый столбик. Модель предсказывает. Она предсказывает с вебинбокс и уверенность в том, что это вон там? Да. Смотрите, у нас есть class label, bounding box и здесь еще на самом деле уверенность идет. То есть у нас 5 чисел. На каждый текст у нас 5 чисел. Так, 6. 6 чисел. 4 для bounding box, номер класса и уверенность в этом bounding box. Она выражает то, насколько вероятно эта детекция. То, насколько она надежна с точки зрения модели. Вот так. Подожди, а у нас же классы, они выражаются в виде... Ну, после софт-масса там по сути вероятности... Да, да. Не можем это интерпретировать? Именно так, да. Можно интерпретировать так. То есть, когда мы классифицируем, у нас получается... Так, ладно, пускай будет это. Смотрите, у нас есть bounding box, и мы решили проверить, какие у него классы. Мы взяли эту картинку, кропнули, отправили в классификатор, в обычный классификатор изображений. И он нам выдал вектор. Размерность количества классов на один. Правильно? Да. Вот. Мы берем максимальную... Максимальную вероятность. Соответственно, класс будет то... Тот номер класса, в котором наивысшая вероятность, а уверенность будет, собственно, вероятность этого класса. Еще раз. Нам уверенность нужна для того, чтобы отранжировать bounding box. Раз. Второе. Чтобы отсекать bounding box. Потому что классификатор может выделить, например, какой-то объект, но быть не очень уверен, что этот объект правильный. И благодаря такому порогу мы можем варьировать наш классификатор. То есть, если нам нужны стопроцентные детекции, и нам вот нужен... Что там нам нужно? Нам нужен precision очень высокий. То мы поставим высокий порог, и у нас все будет хорошо. Если нам нужен высокий recall, мы порог занизим, и у нас будет несколько ложных детекций появится, но зато мы больше выберем положительных примеров. Вот. Так, сейчас возвращаемся к метрике. Итак, у нас есть 10 детекций. Каждая детекция — это 4 координаты, одна метка класса и одно число уверенности от нуля до единички. Мы по уверенности отсортировали наши предсказания. То есть, тут участвует только модель пока. Мы получили первый столбик. Второй столбик. Мы взяли ground-трушные боксы, которые есть у нас в выборке. И через них посчитали, для каждого предсказания является оно правильным или нет. Соответственно, мы получили метки true-false. Да. То есть, если у нас наш boundingbox предсказанный, имеет достаточно большой IAU с boundingbox ground-трушным, и у них совпадают метки классов, то это правильная детекция. Вот так. То есть, если они совпали, но класс другой, то это ошибка, как вы понимаете. Вот. Соответственно, по такому правилу мы построили бинарные метки коррект или некоррект. Это второй столбец получился таким образом. Теперь из этих двух вещей мы посчитали обычным методом precision и recall, идя сверху вниз. В частности, у нас есть пять объектов и выбрав первый объект, мы имеем precision1, то есть из пришедшего одного объекта мы угадали один правильно. У нас был только метка true. А recall 0.2, потому что было всего пять детекций, мы угадали одну из пяти. То есть, одна пятая это 0.2. Пошли дальше. То есть, мы инкрементально, это то, как строится метрика overage precision. Мы вот построили такую табличку и сверху вниз строим precision recall. Рассчитываем. Соответственно, второй объект был предсказан правильно, поэтому precision два из двух. Было два объекта, нам поступило до сих пор, мы два угадали правильно. Значит, precision1. Recall какой? Recall 0.4, то есть две пятых, потому что у нас было пять детекций всего, из двух поступивших изображений мы угадали, соответственно, два из пяти. Это 0.4. Дальше у нас идет отрицательный пример. Соответственно, precision у нас будет две трети. Ну, здесь округлено до 0.67. А, соответственно, recall не поменяется, он такой же 0.4, потому что из пяти, изображая из пяти детекций, которые были, мы угадали пока две. Замечательно. И так далее, мы идем, заполняем эту табличку. Вот по этой табличке есть вопросы? Это хороший вопрос. На него отвечу на следующем слайде. Вот. Да. То есть можно еще за ложный, то есть мы еще можем вести правило, что первая детекция трушного bounding box только считается. То есть если у нас будет один ground-трушный, и его пересекают два с разных сторон, например, предсказания с одинаковым классом, то мы можем первое посчитать как трушное, а второе мы будем считать как уже негативный пример. То есть это будет ошибка. Вот. Да, да. Вот. В общем, все поняли, как построить вот эту табличку. Зачем она нужна, мы сейчас на следующем слайде узнаем. Главное понять, как она формируется, чтобы потом не было вот вопросов на следующем слайде. Хорошо. Я ее немножко подуменьшил, и теперь мы вот график Precision Recall'а, Precision Recall Curve, который мы, в принципе, на прошлом семестре упоминали. По-моему, мы его не строили нигде, но, в принципе, понятная история. По вот этим построенным точкам мы строим Precision Recall Curve. Соответственно, что у нас здесь происходит? Мы берем, отмечаем то, что нам нужно. Ну, в общем, мы просто строим тупо график, и все. Причем каждый раз, когда у нас, вот, например, что у нас там было? 0.4 Recall'а. И у нас была единичка сперва, потом, соответственно, 0.67, 0.5. Так, сейчас 0.4. Вот, 0.4. Соответственно, мы построили для 0.4 наименьший Precision Recall. Здесь оси идут не от нуля, а от 0.4. Это важно. Вот. Мы вот, соответственно, просто вот эти точки изобразили на графике. И, в общем-то, ничего больше. Вот. Теперь, как мы посчитаем, собственно, Average Precision. Average Precision — это такая штука, которая пытается сгладить вот эти вот провалы. То есть, вы могли заметить, что если мы вот сейчас переранжируем наши примеры по-другому, то у нас может получиться другой график при тех же самых предсказаниях. Это понятно, да? Хорошо. И в этом есть некая проблема. То есть, если мы теперь... В итоге мы хотим площадь под графиком посчитать. Вот. И площадью под графика будем, собственно, Average Precision мерить. Вот. Но если перерас... переставить эти штуки, то она поменяется. На самом деле это хорошо. Потому что, если, например, у нас сперва идут все трушные-трушные bounding box'ы и только потом все негативные, то на самом деле это хорошее предсказание. То есть, если первые пять предсказаний всегда хорошие, а все остальное какой-то мусор, то мы знаем, что у нас есть сечка 5, и она хорошая. И тогда у нас здесь будет Average Precision такой вот полный. Понятно, да? А если наоборот у нас, например, из 10 детекций... То есть, например, у нас было 7 объектов, и мы угадали правильно 7. Но первые 3 были мусорные. То есть, у нас первые 3 были false, 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 а потом были 7 true. Потому что у нас было там 7 объектов, и мы вот предсказали 10 также bounding box'ов. Это будет хуже ситуация. Понятно почему, да? То есть, тогда у нас на этом графике будет сперва там 0, 0, 0, и потом только что-то пойдет вверх. Соответственно, при интегрировании у нас как раз это все будет отражаться. То есть, плюс этой метрики в том, что она не только мерит Precision и Recall, как вот вы сказали правильно совершенно, почему бы нам изначально не посчитать просто Precision Recall от всех там 10 детекций. Это было бы не очень правильно, потому что нас обычно интересует сколько-то. То есть, мерят обычно Average Precision at 5. То есть, первые 5 предсказаний, например. Не берут все предсказания модели вообще. вот. И в чем хорошесть Average Precision в том, что он учитывает порядок детекций. То есть, уровень уверенности самой модели. Вот. Замечательно. И дальше что мы делаем? Дальше мы делаем такой трюк небольшой. Мы для каждой точки делаем, ну, как бы проекцию вот так направо. То есть, берем наибольшее значение. Зачем это нужно? Для того, чтобы вот эти вот провалы как-то сократить. Потому что тогда одна ошибка будет стоить слишком дорого. И при смене двух примеров местами, то есть, например, второго и третьего вот мы бы сейчас, например, второго и третьего мы бы поменяли, и у нас тогда просела бы метрика слишком сильно. А если мы заполним вот эти вот провалы вот такими проекциями из высшей точки, то будет не так сильно влиять вот эта вот дырочка, которая здесь образовалась. Вот. Ну, то есть, это полностью эвристическая штука. В ней нет какой-то там суперматематики. Вот просто придумали метрику и подумали, а как сделать так, чтобы она еще и ранг отражала? А вот так. А как сделать так, чтобы она не слишком просаживалась при смене маленькой мест? А вот так. То есть, вот такая логика. Немножко запаренная штука. В первый раз ее понять так. Не очень. Она может быть не очень интуитивна. Но, тем не менее, она решает некоторые проблемы. То есть, первое, она отражает ранг. Второе, она не слишком сильно меняется при малых изменениях ранга. Вот в чем главная мысль. Оверейш пресижена. И оверейш берется по десятичным, соответственно, дробям. Ну, то есть, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3 и так до единички. То есть, всего 11 измерений. То есть, такой интегралчик берется. Вот. И это вот стандартная метрика. Ага. Пресиженно. Мы же можем до единицы не добраться, не всегда добраться. Да, можем, можем не добраться. Проблем нет. Ну, в смысле, мы интеграл смотрим. То есть, если он будет меньше единицы, ну, проблем нет. Не, не, не обязательно. Это просто нам повезло сейчас, что у нас первые там две-три детекции были правильные. Если бы у нас первые текции были бы неправильные, то было бы хуже. Так вот. Это оверейш пресижен для одного класса. Мы для каждого класса считаем... А, мы для каждого класса считаем отдельно эту штуку. Да, все правильно. А потом мы берем среднее среди всех классов. Вот так. Вот так вот. То есть, мы фильтруем... Да, это я неправильно изначально рассказывал. Я сам понял. Вот ты же приводил пример, то, что вот у нас есть классное предсказание, когда сначала пять трушных, а потом пять фэлс, и это здорово. Да, да. Смотри. Сейчас, сейчас, можно так говорю? Если у нас наоборот сначала пять фэлсов, потом пять трушных, то это хуже предсказание. Да, но оно так и будет. Вот. Просто если мы сглаживаем, у нас, по сути, будет вот такой вот трюк прямоугольный хейс, и не сглаживаем, то наоборот. Не очень. И это будут примерно одинаковые метрики у них, если мы как раз вот так вот сглаживаем прямоугольно. Да, но вот такой случай крайний. Он на самом деле крайне маловероятен. В смысле, как бы метрика заточена под то, чтобы хорошо оценивать те случаи, которые, вероятно, выпадут. То есть, если у нас модель сперва предсказывает плохие, bounding box, в том хорошее, скорее всего, такую модель не отправят на соревнования или еще куда-нибудь. Вот. То есть, как бы это пример валидный с точки зрения вот математического понятия, но как бы реально это не тот кейс, когда мы это используем. Вот. Ну, да, но у нас рекл будет падать. То есть, у нас precision до единицы потом не взлетит тогда. Не взлетит. Не взлетит. В смысле, у нас уже 5 плохих примеров. Так что он уже не взлетит. Поэтому даже если мы спроецируем, ну, как бы до единицы он не доберется. Вот. Хорошо. Так, я сперва чуток соврал. Мы берем один класс и выделяем только его bounding box. То есть, bounding box наших предсказаний мы фильтруем по классу. Для них делаем вот такую штуку бинарную. И потом, получив вот такую циферку среднюю для каждой из 11 измерений штук, вот их уже по классам усредняем. Вот так. Это мы делаем average или min? Min. Да, да. То есть, average precision это одна часть, а min среди классов. То есть, для каждого класса мы считаем average precision, потом их усредняем между классами. Просто математически усредняем. Сумма делить на количество. Вот. Замечательно. Ну, то есть, мы фильтруем наши bounding box, которые мы сказали. У нас, например, котики и собачки. Мы берем сфера котиков и смотрим bounding box и котиков. Сейчас, если у нас котики, собачки и крокодилы, то у нас сначала котики против собачек и крокодилов. Нет, нет, нет. Мы берем наших всех котиков и сравниваем с граундрушными котиками. Если он совпал, то есть, мы фильтруем и наше предсказание фильтруем по классу, и граундтрус фильтруем по классу, и вот их сравниваем. Для них вот проводим эту операцию. Вот. Замечательно. И усредняем по классам. Теперь эта метрика эмпирическая, поэтому она не совсем классная, а именно у нее есть некие проблемы. В частности, можно взглянуть на вот эту... Вам, наверное, не очень хорошо, да? Видно? Ну, я поясню. Смотрите. Здесь есть две фотографии, задетектированными двумя разными детекторами. Первая, верхняя штука, это полностью граундтру. Ну, то есть, детектор, который очень хорошо отработал. Прям на все деньги. Что... Вот здесь предсказана собака, вот здесь в веса человек, а здесь верблюд. Второй детектор. Предсказал здесь человека, а вот здесь... Второй, видите? Это... Черт побери. Да, даже мне разрешение не позволяет. Ну, например, там еще бабочка. То есть, вот, баунинг-мог человека почти совпадает с баунинг-могом бабочки, но ее уверенность, этой бабочки, гораздо ниже, да? То же самое с вербулином. То есть, на каждую... На каждый объект здесь, на нижней картинке наложен неправильный класс с почти теми же баунинг-боксами. И min-average precision будет достаточно высокий при этом. Вот. И в этом есть проблема этого самого min-average precision. Что если детектор правильно отранжировал и хорошо там что-то... То есть, правильно отранжировал правильные классы, то мы можем вообще не заметить, что что-то произошло не так. Хотя детектор предсказывал какую-то фигню, откровенно говоря. Вот. Поэтому эта метрика не идеальная, она эмпирическая, она существует для того, чтобы разные баунинг-боксы с разными классами оценивать хоть как-то одной чиселкой. То есть, тут есть некоторые трейд-оффы. Вот. И могут быть какие-то, соответственно, заминки с этим делом. Вот здесь min-average precision на трех объектах будет одинаковый и равен единице. Ну, или очень близко к единице. Вот. Проблема в том, что на нижней картинке тоже. Если брать среди трех предсказаний... То есть, мы берем первые три предсказания. А, помните, мы делали ранг? Табличку вот эту. Как правило... То есть, берется map, add, сколько-то. Это как precision, add. То есть, мы берем топ-3 предсказаний. То есть, у нас есть модель. Она сколько-то задетектила. Мы берем только первые самые три уверенные предсказания. И на них считаем map. А берем самые три уверенные в каждом плане? Не-не, всего. То есть, уверенность — это глобальная штука. Она для всех предсказаний. Уверенность на одном скейле лежит. От нуля до одного. То есть, мы сначала берем самые уверенные, а потом только деля по классам? Мы берем самые три уверенных. Ну, сколько ты уверен, сколько мы зафиксировали, к штук, да? Ну, три, например. И потом считаем min-average precision уже деля по классам. Да. Вот так. А нельзя просто вычить, которые не очень уверенные? Можно, но, например, если у нас порог... То есть, смотрите, с точки зрения метрики мы берем top-key, да? То есть, мы берем top. А с точки зрения, когда мы будем применять это в реальной жизни, мы будем брать, например, уверенность больше 0.9. Так вот, если у нас у трех первых была уверенность 0.99, а у вторых трех 0.95, то, в принципе, мы склонны верить, что 0.95 — это хорошо. Ну, потому что это много, больше 0.9, там все дела, то есть, довольно неплохо. Сейчас отвечу. Да, модель как-то... То есть, в чем смысл этого слайда? В том, что метрика оценивает top-key, и через это она бывает неточна. То есть, она может делать ошибки. В том числе, то есть, существует вот такой, например, расклад, когда наша метрика map плохо работает, то есть, плохо оценивает плохой детектор от хорошего. То есть, сверху здесь хороший детектор, снизу плохой. Map на трех, у обоих будет единица. Вот. Зачем этот слайд нужен? Чтобы показать, что map не идеален. Вопрос такой, я не очень понимаю. Почему обязательно брать top-key детекции? Почему не взять все, что выше какого-то? Ну, так вот в соревнованиях сложилось. Если брать выше какого-то крешлопа, то можно это учесть? Да, 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 можно учесть. Но тогда, ну, тогда все усложняется. В общем, модели, то есть, чтобы разного сорта моделей друг с другом сравнивать, нужна одинаковая метрика, которая вот одинаково считается. Поэтому берется метрика map, add, сколько-то. То есть, берется топ-1 обычно, топ-3, топ-5, и там топ-10, например, если много детекций. Сейчас модель сама решает, сколько детекций она делает. Да, модель сама решает, сколько детекций. А потому что мы не знаем, нам такая картинка, а сколько в ней истинных объектов, мы не знаем. Нет, я к тому, что почему бы там не читать просто по всем детекциям. И еще раз говорю, потому что, смотрите, если сравниваете себя с собой, то это хорошо. А когда вот, например, еще другой чувак из, не знаю, Бирмы, участвует в соревнованиях, а третий чувак из Бразилии, и у вас вообще разные модели, разные языки программирования, разное все, вам нужно как-то синхронизоваться. И вы участвуйте в одном имиджнете там челленджа. И в чем проблема там? Из Бирмы чувак поискал 5 объектов, я поискал 10 объектов, а их реально 7. Да, потому что это все, ну, считать неудобно. В общем, так договорились. Классно. То есть, вот, вдаваться в тонкости, почему именно так устоялось, ну, я не знаю. Вот в сообществе, в сообществе так решили. А потом подъявляется по IAU, да? Да, да, то есть true-false определяется из IAU. IAU обычно берется там 0.5. Ну, такой самый, если вы хотите, прям мощные детекции, ну, 0.7, например. То есть 0.9 я, если честно, не брал, но просто это очень круто. Либо у вас мало классов и хорошая там выборка, либо что, но обычно все равно оно будет как-то шуметь, ну, там IAU 0.7 это очень хорошо. Вот, да. Вот мы только что говорили, то, что там вот сидит чувак на верблюде, его затекли как человека и как бабочку. Не может его затекли как человека и еще раз как человека? В принципе, может. То есть если у вас модель, если модель так работает, то он может. Но в модели можно фильтр поставить. То есть, смотрите, теоретически выход модели такой может быть. И map его переработает. Другой вопрос, что мы, как авторы модели, можем такого не допустить. существуют для этого алгоритмы. Мы их рассмотрим. Ну, нет, проблема, мне кажется, в том возникнет, то, что он действительно человек и он действительно человек. Мы первую детекцию посчитаем, вторую детекцию уже не будем считать. Если он два одинаковых bounding box предсказал, грубо говоря. Вот, мы вторую детекцию посчитаем как ложную. Ага, еще вопросы. Дело в том, что в достаточно больших датасетах нету такого, чтобы было какое-то среднее количество. То есть там дисперсия количества ground-рушных bounding box довольно большая. То есть там типа дисперсия 5, например. То есть в каких-нибудь датасетах нормальных, там от 1 до 15 объектов. Ну, обычно берут топ-1, топ-3, топ-5 и топ-10. Бывает топ-15 еще, но вот по таким обычно метрикам меряются. Просто если бывают такие, например, смотрите, если какая-нибудь фоточка, там толпы какой-то, вот там было до этого сейчас, вот здесь. Вот, видите, вдалеке куча людей. Вот, как бы бывает так, что картинки размечены не полностью. То есть у вас есть два человека на переднем плане, и они обозначены, да? А есть куча людей на заднем плане, и они не размечены в ground-tru. Вот, поэтому это тоже будет не очень хорошо. Если мы будем брать все. А модель, она же умная, она задетектит всех чуваков на фоне. И у нее будет куча-куча ложных детекций. И таким образом метрика такая упала. То есть, да, ну, то есть, видите, смотрите, мы вот в первом семестре изучали такую, как бы, математичную машинку, которая работала с моделями, там, с какими-то выборками, со статистикой, туда-сюда. Во всем вот втором блоке, во всем этом семестре мы сталкиваемся с тем, что мы решаем прикладные задачи. То есть очень много эвристик, очень много штук, которые продиктованы реальной жизнью. Вот так. Так, хорошо. Давайте разберем датасеты. Для этого есть вот такая штука. Так, основные датасеты, которые нам интересны, будет это Pascal Vogue, MS Coco, ImageNet и Google Open Images. Немножечко поговорим про каждый. Pascal Vogue, соответственно, Visual Object Classes, а Pascal это какая-то длиннющая аббревиатура, которую я не буду воспроизводить. Что здесь нужно про нее знать? В Pascal 20 классов, порядка 11 тысяч картинок и порядка, там, 30 тысяч bounding boxes. Плюс в Pascal есть еще сегментации, то есть эти маски для сегментации, для сдачи сегментации. Их там порядка, вот, 7 тысяч. Потому что не все размечено. То есть типичная ситуация для датасетов, что один датасет, то есть один набор картинок, и у них же еще есть ответы. Ответы бывают разные. Можно просто на классификацию ответы иметь. То есть как вы можете найти, например, в основном картинки размечены. Можно делать, соответственно, на детекцию. Причем на детекцию, повторюсь, бывают плохие разметки. То есть вот реально в каких-нибудь кегловских датасетах встречается вот картинка, два человека стоят около пресс-вола, ну, там какие-то звезды, знаете. Один человек размечен, а другой нет. Ну, просто потому что вот не разметили. Вот. То есть какие-то артефакты в разметке постоянно присутствуют. На больших выборках, когда у нас там десятки тысяч изображений, всегда будут плохие примеры. Об этом нужно помнить. Вот. И все датасеты, они размечены не полностью. То есть часть датасета размечена под, соответственно, сегментацию, часть не размечена. То есть просто нет для них лейблов и все на сегментацию. То есть можно скачать отдельную версию, где примеры и сегментация? Ну да. То есть можно скачать только под множество, на которое есть сегментации. То есть это можно сделать. Ну, как правило, качается весь датасет. Вы сами потом программно берете, просто те, у которых есть. Ну, суть та же самая, да. Вот. Соответственно, в статье расписаны разнообразные там метрики, там, что, сколько, чего, как это все собиралось и так далее. Вот, в принципе, каждый уважающийся сайт примерно имеет статью, либо какой-нибудь посвященный ему сайт. Вот. Соответственно, здесь выписаны немножечко метрик, немножечко классов, которые здесь присутствуют. Вот сейчас я Vehicles, Household, WhatAnimals. Они сгруппированы по классам, по таким над-классам. Вот. MS.Cocoa. Это, соответственно, Microsoft-ский датасет, вот Common Objects in Context. Тут уже больше классов, 80 классов, соответственно, 118 тысяч картинок. И в таких штуках мы вот в прошлом семестре постоянно делали, например, CrossValidat, сюда, все дела. Короче, забудьте про это. Забудьте всему, чего у вас учили в школе. Обычно датасеты имеют train и validation и тест уже разделенные. Потому что, когда у вас датасетом 100 гигабайт, вы не можете сделать CrossValidat, потому что не можете. Потому что у вас одна топовая сетка тренируется, например, 8 дней на 10 ГПУ на тренировочном датасете для того, чтобы сойтись к нужной метрике. Как же эти все image-тенки за 15 минут? Вопрос, какая точность? И вопрос, не скачали ли вы веса предобученной сетки? Вот, недофонтюнили ее. Ну, в общем, суть такая, что никто, естественно, никаких CrossValidat не делает, поэтому всегда есть разделение на train, validation, тест, уже заданное авторами и так лежащее. То есть в хороших датасетах это хорошее разделение в том смысле, что оно более-менее соответствует по распределению. То есть нет какого-то драматического скачка. Например, тут было класса вот столько, 5% одного класса, тут стало 50. То есть такого не бывает, за этим следят. Если вы будете сейчас соревнования на кегле или еще каких-нибудь таких ивентах, то это может быть не так. И это очень часто не так. И поэтому там private leaderboard шейки происходит. То есть, ну, на паблике как-то распределились люди по очкам, а потом хоп, на private распределение классов другое, и все такие поехали. То есть кто-то всплыл, кто-то упал. Такое бывает. Можно вопрос? Да. В смысле, зачем? В CrossValidat у нас был train и тест, мы тесты укладывали, а потом типа вот этот train делили на train и валидацию, и валидация, ну, каждый раз был новый. А если мы вот так вот не CrossValidat, зачем нам валидационно? А как вы будете оценивать гиперпараметры модели? Тогда это будет не тест. Да, тогда вы в качестве валидации используете тест. Хобаа. Была вся суть в том, чтобы менять постоянно валидацию, чтобы не совпасть, чтобы под нее не подстроилось. Если бы это было возможно, мы бы так сделали. Но вот мы, то есть мы вычислительно ограничены вот такой штукой. Просто, видите, если мы каждый раз будем брать случайную валидацию, то мы не можем гарантировать, что с конкретной валидацией у нас будет там хорошее распределение классов, достаточно хорошие, например, разметки. То есть, например, как можно логику построения датасета сделать? Можно в валидацию и в тест запихать самые хорошо размеченные картинки, чтобы там было наименьшее количество ошибок. То есть, чтобы вот у людей не было там потом вопросов, почему у меня так, почему сяк. А в трейне, например, ну, там какие-то примеры, в которых где-то пропуски, там, разметки, там, туда-сюда, они, например, там, больше, более вероятны, скажем. Ну, вот можно так сделать. Вот, то есть, еще раз. Я бы сделал кросс-валидацию с удовольствием, но это невозможно. Да, вопрос. Почему тест такой большой? Потому что вот так, так жизнь сложилась. Нет, смотрите, разделение на train-validation-test, это вот полностью на совести составителя десета. У каждого своя, у каждого дует свою дудку. Просто чтобы датасет был достаточно сложным. То есть, смотрите, в чем была проблема. У нас, помните, был какой-нибудь Мнист или был еще Сифар-10. Кто с Сифаром-10 как-то работал, есть такие люди. Ну вот, то есть, такие датасеты не страдают тем, что когда вы там 10% отложите, то у вас через 5 лет какие-нибудь китайцы заверфитят свою сетку, и у вас там будет качество 99, и уже за 99,9 воевать уже будет неинтересно. Будет интересно собрать еще больше датасет и сделать. Ну вот они сделали, например, так. То есть, почему так? Вот, ну, вот так. Опять же, составитель датасета, в принципе, если почитать статью, то там что-то рассказано по этому поводу. Почему они, чем они руководствовались, выбирая такие штуки, да? Вот, ImageNet. Ну вот 80 классов, которые вот так вот иерархически расположены. Я предлагаю не останавливаться на этом супер детально. Здесь, по-моему, только bounding box. Хотя, а, может и сегментация есть. Если честно, я вот не так вдавался прям во все, то есть на память я все не помню. Ну, потому что он позже собирался. Подождите, у вас в 90-е у вас был Мнист. Правильно? Потом появился Сефар-10, потом Паскаль-Вок, потом Меско-Ко, потом Мэджнет. Ну, сетки росли, датасеты росли. То есть, Меско получше, чем больше? Ну, они разные. Так, ImageNet. Я, так, давайте немножко ускоримся, потому что нам еще, еще faster CNN разбирать. ImageNet. Соответственно, 200 классов. Вообще, самый, наверное, известный T-SET. По-моему, сейчас в нем 14 миллионов картинок. Вот, в полной, полной версии, которая. Вот. Но там не все размечено подо все, поэтому здесь конкретно выписано по поводу детекции. Вот. 350 тысяч bounding box. То есть, есть где развернуться. Опять же, есть статья. Ну, вот какие-то примеры картинок. И последний T-SET, который нам важен, это Google Open Images. То есть, еще один T-SET, который еще больше, еще толще, еще больше классов, еще больше качать из интернета, запасайте диски и так далее. Вот. То есть, еще раз, детально надуваться прямо в T-SET мы не будем. Если вы хотите что-то почитать, ссылки есть. По ним добро пожаловать. Вот. Потому что в этом смысла особо нету. Разбирать каждый T-SET, если вы не участвуете в этом соревновании, к которому приурочен T-SET. Итак, RCNM. Давайте теперь попробуем решить задачу детекции. То есть, задачу классификации мы кое-как решили. Если вы помните, с первого семестра у нас были VGG. Кто-то помнит, что такое VGG? Это полносверточная сетка. То есть, это сеть для классификации изображений, которая использует только свертки 3х3. И все. То есть, свертки 3х3, 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 потом ужимается в такой вектор уже плоский, один на один, который, соответственно, уже предсказывает классы. Все это сделано только свертками. В этом есть некий пафос. Так никто раньше не делает. Нет, нету. Ну, может, там есть FC, но... Типа там один FC-слой. Ну, то есть, там нету всякого... Вот всякой машинерии сложной. Там просто только свертки. И это хорошо. Ну да, Max Pooling. Вот, соответственно, что у нас? Это VGG. Еще есть ResNet. Кто-то помнит, что такое ResNet? Residual Connections. Хорошо. Residual Connections — это когда мы входим, делаем парочку сверток и прибавляем начальное значение к выходу этих сверток. Соответственно, таким образом мы позволяем градиенту не затухать и сетки... Глубина сеток возрастает там в десятки раз. Вот. Где-то была картинка, где изображена глубина там AlexNet, потом там VGG, туда-сюда, еще какие-то промежуточные победители ImageNet, а потом ResNet. Вот такой. Вот. Довольно прикольно выглядит. Наверное, надо будет вставить это в слайды. Вот. Прекрасно. Давайте теперь подумаем. То есть, окей, мы умеем классифицировать изображение с какой-то такой точностью нормальной. Вот. Мы в это верим. И наши сетки этому подтверждение. Вот. Как мы будем делать детекцию? Первая самая идея простая. Детекция как классификация. Мы умеем классифицировать. Давайте возьмем bounding box и для него будем отвечать на вопрос. В этом bounding box, то есть в этом кропе мы делаем кроп, там приводим его там с сжатием каким-нибудь к размеру сетки, который мы классифицировали, и отвечаем нет-нет. То есть введем трек-класс бэкграунд, который будет говорить о том, что тут ничего нет. Ну вот. Соответственно, здесь будет класс бэкграунд, например. Да. Какая функция это вообще делает кроп? Ну слайс, слайс, делайте слайс. Квадратная скобочка, одна циферка, двоеточие, другая циферка, запятая. Ну а в чем проблема? По-моему, есть тоже вижу, еще реализованный random. Есть, есть. Там есть трансполсы, мы об этом, этим заниматься будем на семинарах. То есть всякими преобразованиями, агментациями, сегодня на семинаре позанимаемся. Вот. Вот другой кроп, значит, мы его как-то сдвинули. Тут котик появился на картинке. Замечательно, прекрасно. Но в чем проблема такого подхода? Да, то есть как бы, если каждое окно проходить, то мы немножко, как бы, из ресурсов-то и выйдем. Да. Да, 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 да. То есть в чем проблема? Количество баунинг-боксов возможных, которые нам придется проверить, очень велико. Мы не можем даже самую дешевую сетку запустить на таких штуках и что-то получить. Вот. Потому что на самом деле все это проблема, если бы мы полностью перебрали все, то как интерпретировать эти результаты, в том смысле, что баунинг-боксов такой, и на один пиксель ниже, скорее всего, отскорисовываться как котик. Ну вот если этот пиксель, например, вот сюда пиксель вверх сделать, то, как бы, будет по-прежнему котик. Что с этим делать, тоже непонятно. В общем, это гиблое дело, мы им заниматься не будем. Но запомним. А? Все есть. Сейчас ко всему перейдем. И у нас там еще на Maximus Oppression пойдет еще позже на следующей лекции. Пока что мы от простого потихонечку будем двигаться к сложному. Итак, смотрите, в чем плюс? Плюс наша сила в том, что мы умеем кропы классифицировать. Наша слабость в том, что кропов, ну, просто очень много. Ну, просто невероятно экспоненциально много. Соответственно, давайте придумаем алгоритм, который делает кропов не экспоненциально много, а просто много. Например, пару тысяч. И слава богу, такой алгоритм есть. Называется Regional Proposal. И он, то есть, та штука, которая использовалась оригинально в R-CNN, R это Regional. Regional CNN. Вот такая аббревиатура. Соответственно, в классическом Commuter Vision есть пачка методов целая, которая умеет нарезать кропы с чем-то интересным. Как... Так, сейчас. Вот так примерно выглядит выход этой сетки. Не сетки, прошу прощения. Выход этого алгоритма. То есть, он берет какие-то баунинбоксы с какими-то интересными областями, которые чем-то отличаются. Вариантов таких выделителей очень-очень много. Вот, например, есть обзор. Я потом вставлю ссылку на него. Который обозревает много методов классического компьютер-вижена, который умеет выделять regions of interest. То есть, вот эти вот самые кропы, которые могут оказаться чем-то. И преимущество в том, что таких кропов оказывается там порядка двух-трех тысяч. А не экспоненциально много, как бы мы перебирали все. Вот. И что еще хорошо, среди вот этих штук большой очень recall. То есть, recall там у нас будет там 90% или что-то такое. То есть, мы выберем почти, наверное, все хорошие, соответственно, области, но вместе с ними цепанем мусора. Но по сравнению с полным перебором это вообще рай на земле. Вот. Так появилась RCNN. Самая первая версия той сетки, которую мы сегодня исследуем. Она взяла... Ребята взяли классический метод выделения original proposal. Их порядка у них 2-2,5 тысяч было. Потом они кропали каждую картинку, пихали ее в серточную сетку предсказывающей классы. И дальше, вот после сетки, они делали две вещи. С помощью svm, внимание, с помощью svm они предсказывали класс и, соответственно, уверенность класса, да? Ну, то есть, вектор, как мы обычно это делаем. И, соответственно, поправку к баунинбоксу. Что это значит? Так, сейчас... Ладно, чуть-чуть попозже скажу. То есть, смотрите, у нас выделился случайно, условно говоря, баунинбокс. Бывает так, что его правую граничку чуть-чуть бы подвинуть, и тогда будет лучше. То есть, IAU увеличится. Так вот, для того, чтобы это делать, они из тех же самых признаков еще сделали небольшой классификатор, тоже по умной svm изначально, который еще 4 поправки добавлял. То есть, к левой границе, к правой, к верхней, к нижней. Вот. Это несколько увеличивало точность. Почему он не знает? Конечно, может. Смотрите, у вас, хорошо, у вас есть кроп человека без головы. Ну, то есть, сетка вполне способна понять по кропу человека без головы, что это человек. И если у вас есть... Да. Почему не способна? Нет. Ну, короче, это работает. Это работает. Это точно. Вот. Ну, как, смотрите, у вас пропорции тела таковы, что у вас там, грубо говоря, 80% тела — это до шеи, а там 20% — голова. Ну, я не знаю точное соотношение, но в целом, в среднем, по всем людям голова занимает какой-то процент от тела. Но надо на такой процент и это двинуть. Ну, ладно. Вот, например. Если она там за границей, за то же не будет. Такое тоже может быть. Ну, ничего страшного. То есть мы дальше в постпроцессинге просто отсечем ненужные баунтбоксы и все. То есть мы потом это приведем к тому, что все будет хорошо. Вот. Итак, это самая первая идея. То есть мы вместо всех возможных регионов выделили с помощью классического компьютерного зрения некоторые, соответственно, regions of interest наши, их пропустили через сетку и дальше отклассифицировали и сделали поправочки. Получили некий профит. Замечательно. Как это все натренить? Возьмем, соответственно, pre-trained network, например, на имиджнете. То есть в качестве вот этих вот confnet'ов можно взять какую-нибудь pre-trained сеточку. Вот. Соответственно, через нее пропустим. Потом добавим наши fully connected layer и посчитаем softmax loss. В принципе, ничего сложного. Дальше. Дальше нам нужно... Сейчас. Нам нужно тренировать... По сути говоря, здесь только svm-ки, вот эти штуки, а вот этот алгоритм, он нетренируемый. Вот. Там нужно нам обрезать до нужного количества классов. В общем, тут ничего сложного. Тут, в общем, тоже ничего сложного. То есть тут технически некоторые моменты описаны того, как тренировать эту сетку. То есть мы сперва накропаем этих штук, потом их используем в качестве тренировочной выборки для вот этих svm-ов и боксов. Из них посчитаем поправки к ground true, то есть которые бы хотелось, чтобы выдали svm-ки. Вот. И так далее. Посчитаем для каждого класса, соответственно. Они конкретно автор сети использовали svm в one versus rest. Вот. Поэтому для каждого класса приходилось свою svm-ку тренировать. Почему svm? Потому что это было время до... Ну, точнее, прям во время нейроночной революции. И люди еще на старой инерции считали silver bullet'ом, собственно, svm. То есть в любой непонятной ситуации делал svm. Вот. Они сделали большой патч в виде вот этой сверточной сетки над пропозалами. И посчитали, что этого достаточно. В следующих версиях они от этого отойдут и полностью будут делать все сетками. То есть карты регрессиваются отдельно, да? М? То есть карты регрессиваются отдельно? Здесь, да, здесь все учится отдельно. То есть первый слой вообще... Первый этап не учится, второй притрейн, а третий только учится. Вот так вот. Довольно такой франкенштейн. Вот. То, о чем я говорю. Вот смотрите. Вы говорите, как определить? Ну вот как определить? У нас есть задачи локализации? Ну, то есть, в общем, это как бы не очень сложно. Нет, ну, в руках двигаться, понятно, не очень сложно. Ну вот. Ну, можно и наружу сдвигаться? Можно. Можно. Это будет какой-то точностью обладать, не стопроцентный. Ну да, ну, ничего страшного. Вот. И, соответственно, RCNN смогла на AlexNet, соответственно, дать вот такой результат, а на VGG, которая глубже, больше, шире и так далее, дать вот, соответственно. Там еще Pascal Vogue обновлялся из года в год. То есть была 2007-го версия, 2009-го и 2012-го сейчас актуальная. Вот. Они для двух привели, потому что в то время это было две такие версии актуальные. Какой DPM? М? Какой DPM? Маркер 65. ДПМ. Ой, слушайте, это какое-то решение до сеток. Какое-то решение классических, соответственно, классического компьютерного зрения. Если честно, я не поясню, что это такое. Я думаю, что если посмотреть Pascal Vogue Challenge, там есть список победителей, и везде есть ссылки на статьи, если вы хотите узнать, что это такое. Вот. Ну, тогда это было просто сказка. Ну, смотрите, вот, то есть раньше было 41, например, а стало 66. Это много. Это большой прирост. Такого прироста, такой прирост еще будет пару раз, но всего лишь пару раз, потому что он уже придет к какому-то завершению. Хорошо. То есть эта штука очень хорошо сработала, потому что раньше до этого, ну, может быть, тоже об этом стоило сказать, но, в общем, там такие эвристики сложные делались из линейных моделей, типа, окно бежало, в нем считались линейные модели, от них считались градиенты, по этим картам градиентов выстраивались какие-то там предположения относительно баунинбоксов. То есть это эвристика на эвристики, эвристика погоняет, и все это дико замешано на линейных моделях. Вот. Поэтому там каждая модель — это целая лекция. Вот. А модель работает там хуже, ну, в полтора раза, чем вот достаточно простая идея RCNN. В чем проблема RCNN? Так, давайте попытаемся. Да, у нас еще минут 10. Во-первых, у нас каждый раз, каждый кроп мы будем прогонять полностью через CNNN. И в этом есть некая проблема. Если прикрываются баунинбоксы, мы оба баунинбоксы независимо прогоним через сверточную сетку. Это первая проблема. Второе. SVM-ы не зависят от предыдущих блоков. То есть они обучаются несовместно, обучаются только SVM-ы. И вот эти вот фичи, они не подстраиваются под нашу задачу. Вообще, в принципе, мы будем дальше еще смотреть. Самый лучший вариант тренировки — это полная тренировка end-to-end learning. Вот. К этому все стремятся, этого все хотят. Вот. Соответственно, когда это не end-to-end, возникает проблема состыковки одного с другим. Это дает некий минус в производительность. Ну и тренировать такую штуку и вообще писать ее как бы не очень приятно, потому что она пишется на разных-разных фреймворках, на разных кусках и вообще черт ногу сломит. Как решить эти проблемы? Первое. А давайте-ка мы возьмем все изображение, его пропустим через сверточную сетку, возьмем фичи и уже оттуда будем кропать, соответственно, наши regions of interest. Как мы это будем делать? Мы сперва получим фичи, полностью заложив в сетку всю картинку. Потом мы возьмем те же самые предсказанные regions of interest тем же самым алгоритмом. Вот эти вот квадратики, которые посчитал алгоритм наиболее вероятным, и их спроецируем на вот этот фича-мап, вот в это место, вот так. То есть здесь они были предсказаны, сюда они спроектировались. И потом уже мы svm-ки заменим на fully connected, внимание, да, но предсказывать мы будем все то же самое. То есть, соответственно, класс, точнее вот здесь обозначен, вот здесь класс, а вот здесь поправки к bounding box. Вот. То есть в чем преимущество? Мы сперва раньше делали кропы, потом cnn-ки, потом уже предсказывали bounding box. Сейчас мы последние два этапа свапнули. Сперва все прогнали, это гораздо быстрее. Причем, типа, вот там в десятки раз быстрее. Вот. Плюс весь этот вейплайн стал нейроночным. Па-бам. Вот. У нас же сам вот теперь второй этап, когда мы берем regions of interest, но мы все равно не обучаемые. Не обучаемые, да. Ну, окей. Она стала более полной, я так скажу. Вот. Ну, то есть, смотрите, вот от самого конвнета до последних линейных моделей, которые непосредственно предсказывают, ну, по сути говоря, это такой линейный слой над последней фичи-вектором, да. То есть мы можем тренировать вот этот паиплайн полностью. Ну, да, выделение кропов пока что лежит отдельно, и оно не обучаемо. Мы это пофиксим на следующем слайде. Сейчас. Вот. Она стала более… Поликоннектед мы делаем над вот такими белыми штучками, которые… Да, вот над ними. Это же по-прежнему картинки, а поликоннектед над картинкой – это прям жадно-жадно. Ну, да. Ну, в чем проблема? Ну, то есть, смотрите, это не лучше… Вот еще раз. Вот это не лучшее решение, это промежуточное решение, которое улучшилось вот в той части, которую я сказал. Сейчас мы взяли всю картинку. Да. Пропустили через конволюцию. Да. Потом взяли наши старые regions of Pinterest. Спроекцировали их. Их самую картинку сделали. Да. Дальше мы берем… Их кропы. Их кропы. Кропы? Да. Кроп там, например, количество фичей. Мы берем кропы и ресайзим их. То есть сейчас… А как мы ресайзим? Сейчас скажу. Смотрите. Фуллик… Вот как раз все тут, как говорится, предусмотрено. Фулликоннектед фичи предполагают одинаковые, соответственно… Почему здесь фулликоннектед? Потому что было такое время, и люди еще не привыкли делать все-все-все на свертках. Вот и все. Вот. Такое просто было времечко. Вот. То же самое, почему не в первой версии используя свм. То есть тут нету никакой причины, кроме исторической. У нас кропы разного размера. Но мы сперва спроецируем наши, соответственно, баунинбоксы. А потом мы просто поделим на этот грид. Ну, короче, грубо говоря, на самом деле здесь они делали макс пуллинг. И это правильно. Вот. Типа можно было бы просто ресайзнуть, но с фичами ресайз не очень хорошо играет, потому что это уже не картинка все-таки. Вот. Поэтому здесь сделали просто макс пуллинг до одинакового размера. А потом эта штука вытягивает вектор и делает фули-коннектедами. Сейчас, если эта штука вытягивает вектор, там же будет, типа, огромное количество фичей. Ну, как огромное? Ну, типа, сколько мы поставим, столько и будет. Я просто как-то пробовал, там, картинка 100 на 100 на 3. Ну, да, да. Если не делать в фули-коннектед, там же огромное количество фичей. Ну, и что теперь? Я понимаю. Так, еще раз. Смотрите. Я не говорю, что это оптимальное решение. Я говорю, что это то решение, которое было предложено. То есть чуваки предложили вот такое решение. На тот момент оно было стоит азарт. Потихонечку мы будем продвигаться, и каждый раз мы будем что-то улучшать. Еще вот у нас еще две лекции будут такие, что мы будем сперва простую вариант смотреть, потом где-то улучшим его, где-то улучшим, где-то улучшим. Сейчас мы это тоже улучшим. А можно вопрос? Да. А как вы помните, какой на втором кубике, там, зеленый квадратик, в целом годе? Ага. Ага. Так, смотрите, у вас... Смотрите, у вас при свертках... При свертках у вас, например, изображение... То есть у вас было большое изображение, вы сделали несколько сверток, оно уменьшилось. Ну вот, ну, если мы сделаем такие свертки, которые уменьшены. Вот, соответственно, то есть, смотрите, мы вот эти вот слои тренируем так, чтобы вот... Сейчас я просто подумаю, как это лучше объяснить. Ну, грубо говоря, если вы берете просто соотношение сторон, то есть у вас была картинка 3 на ширину, на высоту, правильно? А получилось, например, 256 на h малое на v малое, правильно? Так вот, вы берете здесь bounding box и просто вот так его проецируете, на вот то h малое и v малое. Так, сейчас... Да, да. То есть, и почему мы так можем делать? Вот это, наверное, хороший вопрос. Потому что мы так тренируем сетку. То есть мы каждый раз... То есть, смотрите, если у нас было предположение о вот этом регионе, то мы здесь выделяем ровно точно такой же регион. Поэтому при бэк-пропе веса подстроятся так, чтобы именно в этом регионе, вот в этом кропе, содержались веса именно об этом регионе картинки. То есть, если бы мы не делали так, они могли бы полностью перемешаться. Нейронки никто это не мешает сделать. Но мы за счет того, что мы кропаем именно эти места, вот этот первый, соответственно, фулик... Точнее, сверточный блок, он оставляет картинку, ну, условно говоря, нетронутой. То есть, по крайней мере, с точки зрения такой географии картинки. Вот. То есть ответ, потому что мы учим так сетку. Дальше мы, соответственно, max-пулим. С учетом того, что max-пулим, мы легко можем сделать бэк-проп, и это не ломает наш сеточный пайплайн. Вот. Что изменилось? Ага. Max-пулик мы делаем только потому, что мы выделили. Да, только потому, что мы выделили. То есть из кропа в тот размер фиксированный, который будет дальше предсказываться. Который мы задали изначально, исходя из наших усилительных ресурсов. Вот. Так. Что произошло? Тренировалась RCNN-ка 84 часа, стало 9,5. Очень круто. 80 там и 8 раз. Соответственно, в тестировании тут просто невероятная разница. В 150 раз. То есть это был скачок абсолютно нереальный. И как раз это то самое время, когда от нейронок у всех кружилась голова. Типа, нейронку положил, и все залетело, все зацвело. Но как раз примерно в это время, чуть-чуть позже, все это нам рассказывали. Это было очень прикольно. И, в общем, старый компьютер-вижен ломался на глазах этими всеми нейронками. Вот. Но были проблемы. Потому что по 0.32, вот это 0.32, это время на одно изображение, то есть на один кроп. А если добавить время выделения вот этим вот классическим алгоритмом регионов интереса, то оказывалось, что время работы всей сетки на тесте 2 секунды. То есть выделение нашим необучаемым методом занимает там 1,7 секунд, да. А наши все нейронки прекрасные 0.32. Как бы это очень не классно. Такой дисбаланс возник. Вот. На него смотрели-смотрели и решили, что надо это как-то фиксить. А как фиксить? Ну, у нас же от нейронок голова кружится. Так давайте вместо какого-то классического алгоритма бахнем-ка нейроночку. И так мы будем делать еще много-много раз. Вот. Ну, в смысле, за вот наш рассказ. Так. Да. Собственно, давайте бахнем сюда нейронку. А вот мы и бахнули нейронку. То есть мы берем то же самое, всю сетку пропускаем через CNN-ку и делаем маленькую сеточку, вот это вот в боквел, которая делает бинарные предсказания, которая бежит по всему, по всей картинке вот так и делает бинарные предсказания очень быстро, потому что она там одна-двухслойная. То есть очень дешевая сетка, которая вот почти нам ничего не стоит, и она перебирает все варианты и бинарно классифирует, есть интерес или нет интереса. Вот в чем наша задача, мы дополнительно это тренируем. Сейчас. Это, по сути, конволюция с размером ядра 1 на 1? Нет. Я сейчас чуть, я сейчас покажу, как она устроена. На каждом пиксере говорили. Несколько, чуть несколько слайдов подождите, там все есть. Все. То есть я имею в виду, что генеральная схема с предыдущим вариантом поменялась, только логика поменялась в выделении наших баунинг-боксов. Вот. Короче, она будет работать, поверьте мне. Соответственно, после того, как мы... А, ну и плюс, здесь тоже все стало полностью нейроночно, без всяких вообще уже приколов, без всех SVM-ов и так далее. Вот. Это конволюционный фичи-мап. То есть вот это, это, вот это. Вот. Из нее, соответственно, точно так же классификатор и регрессор на поправку баунинг-боксов учатся. Это одна голова сетки, а вторая голова сетки вот делается вот так. То есть берет вся картинка, прогоняет через фичи-мап. И каждый берется энкеров. Энкеры это такие штуки, которые, в общем, мы заранее знаем, каких примерно характеров бывают баунинг-боксы. То есть есть квадратный маленький баунинг-бокс, есть квадратный большой баунинг-бокс. Есть вытянутый в длину и длинный, есть вытянутый в длину и там покороче и так далее. То есть мы из датасета, просто взяв все граунтрушные баунинг-боксы, выделяем, грубо говоря, несколько кластеров, которые нас интересуют. Их мы используем как анкеры, как дефолтные значения баунинг-боксов. Вот. То есть мы берем все граунтрушные, кластеризуем их, из них получаем, грубо говоря, 5, 7, 9 дефолтных предсказаний. Дефолтных того, какими, в принципе, могут быть баунинг-боксы в нашем датасете. А мы кластеризуем только по размеру граунтрушных или по расположению тоже? Не-не, по размеру только, по размеру. А расположение мы бежим вот этим окном, которое довольно простое, то есть там буквально одна свертка, две. И тут мы тоже вычисляем поправку к баунинг-боксу здесь же. И мы вычисляем уверенность в том, что там есть или нет объект. То есть бинарная классификация. Есть объект, нет объекта. Вот. Как это учить? В общем-то понятно. У нас есть граунтрушные баунинг-боксы. Если он точно вписался в граунтрушный, значит молодец. Вот тебе полный скор. Если не вписался, значит это неправильный. Соответственно, вот. Поскольку сетка тонкая, то мы ее можем быстро очень прогнать. Вот. 256D это что такое? 256D это вот то, что у них, то сколько они использовали здесь этих нейрончиков. То есть у них в этой сетке было 256 этих нейронов. Вот. Я правильно понимаю, что у нас есть N, то есть якорей, да? И мы делаем N-крофт. Да. Да. Точнее, мы делаем N-крофт. Смотрите. Вот у нас есть фича мапа. Для каждой точки, ну там центр, например, будем бежать центром по всей картинке. Без паддингов. Для каждой точки мы берем N якорей. То есть получается количество точек внутри картинки, ну там без паддингов, умножить на количество якорей. И вот эта штука, она, соответственно, MaxPooling также ресайдится в одинаковый размер, как в предыдущем случае. Фиксированный размер MaxPooling приводится. И там предсказывается бинарно, есть этот объект, нет объекта хоть какой-то. То есть, опять же, видите, эта сетка тонкая, и наша главная задача здесь получить высокий recall. И не очень высокий precision. То есть мы можем предсказывать там порядка пару тысяч обауненбоксов спокойно. Когда у нас ground-рушных там, ну, до 15, не больше, да? Это легко достижимая задача, ну, относительно легко, вот она как бы реализуема. Вот. Потому что, ну, не знаю, интересных вот объектов не очень много, и они как-то могут выделяться. Еще раз, эти сетки конволюции, там, один-два слоя конволюшен и классификатор. По-моему, вот, если честно, вот у оригинальной Fasterer CNN, кстати, да, это называется Fasterer CNN. У нее, по-моему, здесь вот просто ФЦ-шка стояла. Вот. То есть это уже поздние доработки, что там конволюции туда-сюда. То есть главная архитектура, что они сперва фичемап сделали, из нее выделили регионы интереса, и их уже отклассифицировали. Вот такая схема. Ага. Мы предполагаем, ну, то есть, полагаем, что как-то нато, там, размеров, они не связаны, ну, то есть, они независимы. Да. Вот. Зачем там это нужно вообще? Ну, типа, как идея, зачем нужны там разные вот еще? Ну, анкеры зачем нужны? Они все равно независимы, да, только другие. И все равно будут сходить, там, можно будет использовать просто там базу какой-нибудь квадратик. Ну, это улучшает детекцию. Это улучшает. Дело в том, что, смотрите, если у вас будет квадратный bounding box, а ground рушный вытянутый очень, то вы по вот этому куску не сможете сказать, что это он. Это раз. Второе. Поправки будут слишком большие, и их модель не сможет предсказать. Вот так. Плюс, на самом деле, в одной точке, примерно в одной точке, могут лежать несколько объектов. То есть могут два объекта друг вот так вот напротив друга, и у них будет там, грубо говоря, разная форма. Ну, то есть, окей, на фоне фонарного столба стоит там, не знаю, собачка, чау-чау. Вот. Как бы у чау-чау один размер, у столба другой совершенно. Ну, это не очень хороший пример, но какой-нибудь другой пример можете придумать самостоятельно. Вот. То есть мы для нашей карты получаем для каждой точки вероятность того, что там на поле. Да, да. То есть это просто вот как раз… И вероятность. Одну, одну. Поэтому эта сетка может оставаться тоненькой и очень быстрой. Вот. Для каждого анкер-бокса получается? Да, да, да. То есть получается количество, количество точек на картинке умножить на количество анкер-боксов, столько у нас получится вероятностей. Мы их отсекаем просто по порогу и дальше уже обрабатываем нашей дальнейшей сеткой. То есть это было дешево и сердито. Мы получили из всей экспоненциального, всего экспоненциального семейства. Мы получили, ну, на самом деле, экспоненциально, ладно, но полиномиально, ну, бог с ним. Мы получили какое-то разумное с высоким реколом значение. Из него мы уже более тонкими методами, более дорогими, выделим дальше, что из них было правдой. Так, замечательно. Ну вот. Причем, видите, поправки к боннинбоксам даже было две. То есть и здесь поправка была к боннинбоксу, а потом еще более тонкая поправка. Дело в том, что эта сетка мощнее, чем вот эта гораздо. И поэтому она может дать более вразумительные поправки. Но если вот эта не даст поправок, то анкер-боксы могут совсем не подойти. И та сетка может просто запутаться. Вот. Это важно. И что еще важно, в общем, наверное, последний момент. У нас тут возникает, во-первых, вся эта штука нейроночная. Второе. Мы можем ее тренить вот end-to-end. Это достижение, это круто. Все подо все подстраивается с помощью бэкпропа. У нас есть четыре лоса. Потому что по вот этим вот окончаниям, да, то есть здесь классификация бинарная, плюс поправки к баунин-боксам. Здесь классификация мультиклассовая, плюс поправки к баунин-боксам. Четыре лоса. Как делать? Мы их складываем и все тренируем вместе. Джоинтли. Это круто. Он выдает просто баунин-боксы. Почему? Баунин-боксы. Четыре числа. На проверку следующей сетки. Ну, может, там уверенность еще прокидывается, но, по-моему, нет. Ну, да, но четырьмя числами он все равно опишется. Ну, можно тип бокса. Хорошо, это тоже правильно будет. Ну, да, в смысле, какой из анкеров, какой из анкер-боксов. Но лучше все-таки координатами. Ну, потому что сетки все равно придется кропать из-за оригинальной фичемапы. Поэтому лучше выдавать четырьмя числами. Ну, это технический момент, по смыслу вы правы. Вот. Отлично. Вот эта штука взорвала вообще все. Она как бы всех побила в свое время. То есть, смотрите, каждый из этих этапов RCNN, FasterCNN. То есть, когда мы просто сузили наш круг поиска, когда мы сперва запихали сверточную сеть под низ, а потом уже что-то проползили. И когда мы проползалы отдали на откуп нейронкам, каждый из этих штук выбивал максимальный скор в свои годы. Сейчас как-то мы проползал, отдали нейронкам, определенный фастер, а она реально стала быстрее? Она, ну вот, вот таблица. Еще, помните, я говорил в прошлый раз, что нейронка занимала 0,2 секунды, а при скайле 2 секунды. Полторы секунды работало компьютер-виженовое, классическое выделение баунинг-боксов. Нейроночное выделение баунинг-боксов стало работать гораздо быстрее. Плюс они там еще бэкбон поменяли. Ну, в смысле, вот эту сетку нижнюю они еще поменяли. Она за то время, пока не писали статью, еще вышли сетки по классификации более крутые, они их добавили, поэтому она еще быстрее стала. Ну вот, собственно, вот такой рост. Ну, в принципе, мап не сильно менялся, но время, оно просто драматически увеличилось. Ну, точнее, уменьшилось, но скорость увеличилась. А на трейне? На трейне? Ну, там тоже сильно заметно. То есть по сравнению с первым там тоже что-то в сотни раз рост скорости. Так, теперь, значит, графичек того, как все это происходило. Смотрите, первая... Это detection. Соответственно, вот, faster CNN single. Ну, faster CNN в свое время побило потом ResNet. Вот, но ResNet — это совершенно другой уровень глубины. Вот, то есть там в десятки раз глубже сетка, поэтому это не очень удивительно. Можно его использовать и для детекции тоже. Ну, понимаете, вот мы сейчас говорим о ResNet, как об одной сетке, на самом деле, обычно в статье, вот, есть такая проблема, вот, везде, ну, и в Computer Vision, и в частности, в одной статье публикуются несколько идей. И они эту всю пачку отправляют на соревнования. Выглядят соревнования, и обычно вот этим именем именуется одна из частей. На самом деле там есть еще другие. То есть ResNet — это не только сетка, это еще и методы там ее стакания правильного, чтобы там делать детекции, классификации и прочую фигню. Честно, я даже не знаю. Я, честно, ResNet в этой части я просто не читал. Вот, потому что, ну, это не очень интересно, потому что у нас будет на следующей лекции еще один интересный алгоритм, который еще раз порвет всех. Вот. Ну, вот, соответственно, в чем узнали сегодня. Как устроен, например, Computer Vision, какие-то метрики есть, какие датасеты самые основные, самые главные есть. И самый первый наш метод, хороший, до сих пор используемый. Более того, на третьей лекции мы его разовьем под маски. То есть все то же самое. Можно приделать еще одну штуку, еще одну голову, получится маска. Но это мы займемся через лекцию. Вот. А на следующий раз мы узнаем, мы попробуем не иметь вот этой всей кухни с регионами интереса. Мы сразу будем за один проход пытаться предсказать все баунинбоксы. Это тоже крутая технология, которая классная, интересная. И узнаем, мечтают ли андроиды об электрических речках. Вот. Ну все, спасибо. Спасибо.